Вызовут его матери скорую. Ее повезли в больницу. Я сел сзади, хотел уехать сзади, но скорую пропустили, а меня сзади не пропустили. Потом я в поток встал, в потоке пошел. Вот выехал с шестого подъезда. Вот и первого подъезда ждет женщин. Я ее не видел. Сел за руль, до конца не прогрел машину и по газам. В результате погибла женщина. Водитель Тойоты не заметил ее на пешеходном переходе. Она скончалась на месте происшествия. Авария произошла в 8 утра. На дорогах местами был гололед. А машина еще и на летней резине. Шиномонтажки города пустые. Автомобилисты не спешат перебываться. По традиции берегут резину. Много людей еще не переобулись. Ждут все снега. Ну, я думаю, уже пора. Потому что гололед будет. Не дай бог пешеход какой дорогу будет переходить. Лучше уж заранее. Заранее действительно стоит. Снег еще не лег, а на дорогах уже гололед. Риск ДТП увеличивается в разы. Синоптики рассказали, что тепла в ближайшие дни не будет. Напротив, 8 и 9 ноября Алтайский край накроет шторм. Осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег. Снег небольшой умеренной и временами сильной интенсивности. Гололедные явления в виде отложения мокрого снега. Появление снежного покрова. На дорогах местами сильная гололедница. Так что беречь шипы, рискуя чьей-то жизнью, явно не стоит. Но и пешеходам тоже следует о себе позаботиться. Переходя дорогу, смотреть по сторонам, а не в телефон и носить светоотражающие элементы. Переходите дорогу, идете по обочине или краю проезжей части. Надевайте светоотражающий жилет, он спасет вам жизнь, особенно в темное время суток. Если не нравится жилет, есть альтернатива. Например, светоотражающие полоски. Их можно наклеить на рюкзак или надеть на руку. Есть и брелки, и забавные смайлики, которые сделают вас заметнее на дорогах. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...